Я точно так же, как и вы, знаю о показаниях некоего лица, который якобы был передаточным звеном в передаче денег для организации теракта, и все. Значит, само теракта не было, никаких более убедительных доказательств, что кто-то готовил теракт, у меня нет. Ну а когда узнаешь, кто обвиняется в подготовке терактов, а это, как я понимаю, господин Павлов, господин Китибаев, то сомнений возникает значительно больше, потому что абсолютно неясны мотивы и, главное, цели. То есть я не вижу смысла в подроби Фемили Парка или перехода через проспект Аль-Фараби, просто по причине того, что это ничего за собой не несет. То есть это, если какая-то туристическая группа образуется и пытается совершить теракты, то она либо направляет некий политический месседж властям, то есть сообщая властям, что мы чего-то хотим и так далее. Но здесь, как я понял, никаких месседжей пока не просматривалось и не очень понятно, какие бы они были. Либо она пытается запугать население и власти, то есть тем, что она обладает достаточными ресурсами человеческими и военными для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Что понятно, взрывами перехода через Аль-Фараби, где практически никто не ходит, или Фемили Парка, где примечательно собирается сама оппозиция. И предположить, что представители оппозиции собирались подорвать самих себя, ну, наверное, чтобы продемонстрировать, я не знаю, властям, что они не контролируют ситуацию. И мы вот таким образом, значит, хотим им это показать, ну, мягко говоря, абсурдно. Властям, если уж они так сильно этой проблемой озабочены и действительно хотят получить и Китибаева, и Павлова, и считают, что они, так сказать, действительно готовили теракты, то надо было бы предоставить обществу более убедительные доказательства. То есть, а пока те доказательства, которые приведены, ну, кроме, может быть, у самых последних обывателей, которые вообще никогда никакого отношения не имели к, не знаю, к политике, к процессам в Казахстане, может быть, у них какое-то доверие вызывает. У человека, который следит за политическим процессом в Казахстане, ну, кроме того, что это такой элемент жестких политтехнологий, никаких иных выводов сделать невозможно. Я всегда стоял на позициях, что вообще в Казахстан выдавать нельзя никого. И скажу по какой причине. Потому что не столько даже по причине того, что возможно применение пыток и других жестоких там видов вручения и наказания. Чаще всего по громким делам. Вот, понятно, что и там, где эти дела будут под полным контролем международной общественности, казахстанской общественности, ну, трудно предположить, что человека будут прессовать так, как прессуют обычных уголовников или когда прессуют, так сказать, простых людей. Более важно для меня – это отсутствие независимого правосудия. Поэтому я выступаю против любых выдач, просто потому, что человеку не будет обеспечен справедливый процесс. Наша судебная система полностью, с моей точки зрения, зависима. Она выполняет политические задачи, политические указания. И, соответственно, ни на какой справедливый процесс человек рассчитывать не может. А если он не может рассчитывать на свидетельный процесс, то он не может рассчитывать на справедливость правосудия в своем деле. Поэтому выдавать нельзя никого. Это моя четкая позиция, даже Рахат Алиева, при всем понимании серьезности обвинений против умывали и доказательств. С одной стороны, действительно, у Испании есть свои интересы национальные, экономические в том числе. Но, с другой стороны, все-таки система – это больше со сдержками противоречия и разделениями властей по сравнению с Казахстаном. И поэтому вот это прямое влияние, дал указание, его депортировали или экстрадировали, маловероятно. А скандалы, которые уже имели место в Италии и очень большое внимание во Франции, противостояния Гулязова, еще более делают для Испании ситуацию посложнее. Больше надо оглядываться. Ну и последнее. Надо же не забывать, что все не кончается на Испании. Что в Европе есть еще Европейский суд по правам человека. То есть даже если завтра Испания принимет такое решение, у господина Павлова всегда есть возможность обратиться в Европейский суд. И до решения Европейского суда никто его никуда не депортировать, не экстрадировать не будет. Я исключаю возможность его депортации в Казахстан. Я думаю, что возможности его депортации в Россию минимальны. Я думаю, что возможности его депортации или экстрадиции, давайте говорить об экстрадиционных запросах, в Украину также невелики. Вот поскольку угроза его последующей реэкстрадиции в Казахстан не исключается. Понятно, что Украине уж не так сильно нужен, а больше нужен Украине в ее взаимоотношениях с Казахстаном и, соответственно, Казахстану как конечной стране запроса. Но дальше трудно сказать в отношении Великобритании. Вот здесь ситуация немножко посложнее, потому что там уже есть судебный приговор. У господина Аблязова есть и вид на жительство Англии, и, соответственно, убежище, признание беженцам в Англии. Поэтому, в принципе, Франция его Англии передать может со всеми тихо-черкими последствиями. В условиях, когда Казахстан явно совершенно давит на Украину и Россию, чтобы они им помогли его достать, и явно очень заинтересован его получить. Понятно, что выпуск его под залог, он немножко бьет по Казахстанно-французским отношениям, потому что Казахстан будет разочарован, что мало того, что не выдает, так он еще и гуляет и прочее-прочее. А нам тут очень нужен, потому что мы его считаем великим мошенником или расхитителем банковских средств. Поэтому я боюсь, что в данном случае, как раз, как ни парадоксально, без каких-либо указаний политического руководства Франции суду французскому, учитывая, что Французский суд, все-таки независимая ветвь власти, политически все-таки вот эти ветры, они будут в тольной степени влиять на то решение, которое будет принято. Поэтому для меня 50-50. Продолжение следует...